Встречать Рождество Христово большой христианской семьей в Минском приходе иконы Пресвятой Богородицы всех скорбящих радость традиция. Люди приходили в храм, чтобы совершить дела милосердия, а детям не жаль, что даже каникулярные дни они проводили в стенах храма на утренниках. Социальные службы прихода направляют свои усилия на то, чтобы радость светлого праздника стала для прихожан ощутимее. О том, как отпраздновало Рождество, один из самых крупных приходов Минска в материале наших белорусских корреспондентов. Несколько сотен человек, прихожан и сотрудников Минского прихода иконы Божьей Матери всех скорбящих радость, разделили друг с другом радость великого события Рождества Христова. Ночная рождественская служба, которую возглавил настоятель протерей Игорь Кристилёв, прошла в первом каменном храме Минска, возведённом в истории современной Беларуси, в Святой Фросиневской Церкви Прихода. Подарком для верующих стал большой вертеп, который установили возле храма. Лето исчисления начинается именно с рождения Христа Спасителя. То есть это величайшее событие в истории человечества. Мы должны это твёрдо знать, что мы в этом мире не одни, родные мы не одни. Как бы трудно ни было, когда отчаяние действительно просто поглощает сердце человека. Вспоминаем вдруг, он же с нами, он нас ради человека пришёл в этот мир. И обращаемся к нему в молитве. Каждую секунду мы можем это сделать. Торжественно встретили Рождество Христово сёстры старейшего в Беларуси, сестричество милосердия преподобной Ефросиньи Полоцкой. Для своих подопечных, детей с ограниченными возможностями, детей из многодетных семей, страждущих, они организовали концерт скрипачей, праздничный стол, конкурсы и яркую программу. Что нужно делать для того, чтобы угодить Господу Богу? Господь сказал, отреки себя, возьми кресло и следуй за мной. Любя меня, тот, кто любит меня, тот исполняет слово мое, то есть заповеди мои исполняет. Начинаем исполнять заповеди, трудно будет, не смущаемся. В социальных мастерских прихода был организован Рождественский бал для людей с ограниченными возможностями. Его участниками стали 96 человек. На балу была создана атмосфера творчества и доверия, в которой все чувствовали себя равными и счастливыми. Учащиеся приходской воскресной школы, одной из самых больших в Минске, отпраздновали Рождество Христово утренниками, которые проходили один за одним на протяжении нескольких дней. Показами спектаклей, хоровыми выступлениями, концертами запомнится праздник учащимся младшей, средней, старшей и взрослой. Показами спектаклей, хоровыми выступлениями, концертами запомнится праздник праздника «Приходской молодежной братства священномученика Владимира Хираско». Представление собрало полный зрительский зал. В ближайшее время братчики выступят со спектаклем в детских домах, интернатах и больницах. В рамках праздника в Национальном историческом музее состоялось награждение победителей и открытие выставки детских рисунков по итогам конкурса «Радость моя». Дипломы лауреатам вручил духовник конкурса протерей Игорь Христелёв. Выставка, которую мы сейчас с вами видим, она проходит именно в эти святые дни. День фестиваля или такой конкурс, выставка такая, которая сейчас проходит, это действительно толчок просто творчества этих ребят. Ежегодно главные православные праздники приход отмечают своей дружной семьёй. В эти праздничные дни верующие спешат в храм, чтобы прикоснуться к великому таинству Рождества Христова, уделить время милосердию и наполнить душу радостью о рождённом Иисусе Христе и принести её вплоть до следующего праздника Рождества Христова. Строительство соборного храма в честь иконы Божьей Матери Всескорбящих Радость было начато в 1994 году в память о жертвах Чернобыльской катастрофы. Территория прихода – это целый храмовый комплекс с церковью, часовней, звонницей, зданием учебного корпуса, иконописной и социальными мастерскими. Сегодня все свои силы приход направляют на благоукрашение соборного храма, одного из самых больших в Беларуси. Информационный портал «Собор.бай» для телеканала «Союз».